Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Играл оркестр духовой сердца, всем звуком обжигая, напоминая нам с тобой, что не исчезла музыка живая. Так восторженно поэт отозвался об оркестре, который нам с вами предстоит увидеть 25 октября в киноконцертом в зале «Панорама». Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации – один из ведущих оркестров мира. Его по праву можно назвать звучащей эмблемой вооруженных сил и достоянием России. Оркестр был создан в 1927 году как образцовый. Высокая исполнительская культура, профессионализм и виртуозность музыкантов позволяют сохранить это высочайшее звание и до наших дней. Оркестр играет как на важных правительственных мероприятиях, которые организует правительство России и Министерство обороны Российской Федерации, так и на обычных концертах, даря своим слушателям радость от соприкосновения с высоким искусством. И, безусловно, у этого коллектива большое количество истинных и настоящих поклонников. На счету оркестра множество значимых мероприятий. Одно из них – международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», у истоков которого стояли комендант Кремля генерал-лейтенант Сергей Хлебников и ныне действующий директор Сергей Смирнов. И, безусловно, главным инициатором создания этого праздника «Торжества и гармонии» стал безвременно ушедший Валерий Михайлович Халилов. И сегодня мне бы хотелось буквально несколькими словами вспомнить этого выдающегося музыканта и замечательного человека. Валерий Михайлович Халилов – главный военный дирижер, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, народный артист России, член Союза композиторов России, генерал-лейтенант и, как я уже сказала, выдающийся музыкант и руководитель. Благодаря его усилиям состоялось большое количество значимых выступлений и очень важных, таких, например, как в Ватикане, по поводу 26-й годовщины восшествия Павла Иоанна II на престол в 2004 году, где исполнялись «Калинка», «Смуглянка» и «Соловьи». А в 2007 году под его руководством в штаб-квартире НАТО впервые в истории состоялось выступление российского коллектива и исполнялась священная война. Так военные музыканты, благодаря своему профессионализму и мастерству, борются за мир во всем мире и добиваются невероятных результатов. В 2016 году, в декабре волей роковой случайности, Валерий Михайлович и большая часть солистов хора Александрова ушли из жизни. Ну и в жизни оркестра, центрального военного оркестра, также были трагические события. Одно из самых тяжелых, пожалуй, начала войны. 22 июня 1941 года оркестр встретил на границе с Польшей, где проходили очередные гастроли и, как мы понимаем, попали в самое пекло. Большая часть оркестра не вернулась. Оркестр был расформирован, набран новый состав, и музыканты продолжили свою ратную службу, в том числе и на фронтах. Итак, 25 октября в киноконцертном зале «Панорама» состоится выступление Духового оркестра Министерства обороны Российской Федерации. С замечательным, красивейшим названием и вальс, и танго, и фокстрот. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации состоит из двух самостоятельных коллективов. Это Духовой и Симфонический оркестры. На их базе созданы эстрадно-симфонический оркестр, брас-квинтет, струнный квартет, биг-бен и джаз-ансамбль. В нашем концерте 25 октября мы еще и увидим очаровательных солисток оркестра. Это заслуженная артистка Республики Хакасии и Республики Дагестан Наталья Майнулик и лауреат всероссийских и международных конкурсов Светлана Ильина. Итак, ждем вас 25 октября в киноконцертном зале Панорама на встрече с Центральным военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации. А сейчас я расскажу о том, что можно посмотреть на большом экране. О киноновинках в нашей специальной рубрике. Фильм в жанре фэнтези является продолжением картины 2014 года Малефицента. Также лента сохранила свой звездный состав. Прошло уже несколько лет с тех пор, как Малефицента заколдовала юную принцессу Аврору, наложив на нее злые чары. Однако темная фея сама смогла отменить свое колдовство, после чего они сильно сблизились с девушкой. Теперь ей предстоит стать настоящей королевой, хотя народ сомневается в ее способностях и возможностях, что сильно ранит белокурую героиню. А в это же самое время волшебный лес проникает в настоящее зло. Оно не щадит никого на своем пути и намерено уничтожить лес полностью вместе с его диковинными обитателями. Когда ситуация вышла из-под контроля, Малефицента предлагает девушке снова объединиться в борьбе с коварным врагом. Вместе им предстоит противостоять натиску сильного противника, а иначе природа и все жители топких болот погибнут. А следом та же участь ожидает и жителей королевства. Так, так. Осторожность лишней не бывает. Грестная! Ты не такая, я знаю. Ты совершенно не знаешь меня. Смогут ли героини снова пройти очередное испытание? Или темная фея, переродившаяся и полюбив девочку искренней любовью, теперь слишком уязвима для нечистой силы? Ответы на эти вопросы узнаете, посмотрев картину, которая с 17 сентября стартовала в прокате на большом экране в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Заказы бронирования билетов на сеанс по телефону 300-033 или на сайте panorama.ru. Возрастное ограничение картины 6+. Сюжет фильма «Девушки бывают разные» расскажет о трех товарищах, которые решают отдохнуть и для этого отправляются в Мексику. Сразу все было просто прекрасно, но на следующий день ребята просыпаются с сильнейшей головной болью посреди пляжа. Оказывается, вчера друзья умудрились навредить местному криминальному авторитету, и судьба решила сжалиться над молодыми людьми. Они сбежали. Они переодеваются в девушек и принимают участие в женском турнире по серфингу, ведь в случае победы они получат 100 тысяч долларов и возможность покинуть страну. Но все оказалось не так-то просто. Подъем! Простите, пожалуйста, я с этими погонями реально не высыпаюсь, правда. Актерский состав фильма «Девушки бывают разные» состоит сплошь из звезд и весельчаков. Роман Попов, Дмитрий Нагив, Владимир Яглыч, Артем Сучков и многие другие. Поэтому комедия несомненно понравится тем, кто не прочь от души посмеяться. Билеты на фильм в киноконцертном зале «Панорама» можно приобрести на сайте panorama.defistver.ru Все справки по телефону 300 033. Возрастное ограничение картины 16+. На этом программа наша завершается, но я пошла искать новые интересные события, которые произойдут в нашем с вами городе в ближайшее время. До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин